Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Количество поддельных пятитысячных банкнот, выявленных в банковской системе России в 2014 году, увеличилось на 71,3%. Общая сумма подделок составила 304,5 миллиона рублей. Такие данные приводит Центробанк. Одновременно снизилось количество поддельных банкнот меньшего номинала. Тысячных купюр выявлено на 40,3% меньше, 500 рублевых на 72%, 100 рублевых на 27,5%. Общее количество выявленных фальшивых денег в 2014 году составило 80 тысяч купюр. Это больше, чем в 2013 году на 12,3%. Удивлен, что рубль еще подделывают. Банк Съездной с февраля закрывает все собственные отделения в рамках мероприятий по повышению эффективности бизнеса. Об этом заявили представители банка. Закрытие отделений в формате операционных офисов предполагается завершить до 15 февраля. Филиалы банка перестанут обслуживать клиентов после реализации всех необходимых мероприятий, связанных с их закрытием в соответствии с требованиями законодательства, а также нормативных актов Банка России. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил, что оснований для существенного увеличения стоимости отдыха за рубежом предстоящим летом нет. По его словам, если курс рубля по отношению к евро и доллару меняться не будет, то не будет никаких оснований для того, чтобы стоимость путешествий за рубеж в рублях серьезным образом увеличивалась. Между прочим, ранее сообщали, что к лету отдых за границей может подорожать на 80%. Полагаю, что об отдыхе в этом году мало кто будет думать. Российский фондовый рынок открылся в среду в зеленой зоне. Индекс ММВБ поднялся до 1687 пунктов. Среди лидеров Роста – Распадская, Акрон, Уралкалий, НЛМК и ВТБ. Лидеры падения – акции Дикси, Татнефти, Московской биржи и Префы, Сургутнефтегаза. Повышение на российском рынке происходит скорее инерционно, учитывая близость индекса ММВБ к отметке 1700 пунктов. Кроме того, покупателей поддерживает позитивная динамика фьючерса на американский индекс S&P. Вместе с тем, сдерживающим фактором является дешевеющая нефть. На рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона преобладают покупки, что вызвано решением Сингапурского Центробанка смягчить монетарную политику. Курс доллара на 28 января – 67,81 рубля, курс евро – 76,29 рубля. Золото стоит 2788 рублей за грамм. Серебро стоит 38,87 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 49,07 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.